Честь имею, дорогие зрители, сегодня мы с вами пообщаемся с одними из самых молодых бойцов региона. Это мои побратимы Чайка и Капеллан. Капеллан, я знаю, что ты хотел стать священником, да, а сейчас ты взял в руки оружие, чтобы сражаться со злом. Ну, как в тебе это все уложилось? Пришлось тебе пережить какую-то внутреннюю метаморфозу? Или это было достаточно простое решение? Расскажи, пожалуйста. В моей жизни был момент, когда я хотел связать свое будущее с церковью. В университет, в котором я учил теологию, я пошел из интеллектуального любопытства. Я хотел знаний, хотел узнать мир, хотел узнать себя, хотел узнать то, во что я верю, во что я не верю, хотел найти ответы, мудрость. Но потом оказалось, что все то, чему я учился, оно мне абсолютно не нужно. Случилась война, я увидел, насколько мир прогнил вокруг меня, насколько много зла вокруг меня, насколько мир в конце концов небезопасен. Я понял, что я к этому не готов. Но я не хотел просто сидеть и прятаться в ожидании, что все пройдет, само собой. Меня ничего не волнует спрятаться в своем маленьком верхе. Меня перспектива такая не интересовала. Я хотел, несмотря на то, что, казалось бы, я исповедую миролюбивые взгляды, я хотел, чтобы это не было пустым звуком. Потому что сейчас человек, который исповедует пацифизм, с моей точки зрения, он не делает лучше, он не исповедует что-то хорошее или правильное. С моей точки зрения, совершить грех – это плохо. Но не предотвратить грех, не ответить на грех, если ты можешь это сделать, это может быть даже хуже. Поэтому я решил ответить. Тем способом, которым мне позволили обстоятельства. Конечно, я понимал, что жизнь после этого решения изменится кардинально. Я понимал, что, возможно, я не справлюсь с тем, что меня ждет. Но я все равно хотел следовать своим принципам, своему мировоззрению. И даже если это было бы не так, как я ожидал, или не так, как я бы хотел, я все равно хотел пройти по этому пути, чтобы просто посмотреть, к чему меня приведут вот такие мои убеждения. Прямо сейчас я понял, что я поступаю правильно, когда смотрю на людей, с которыми ем за одним столом, когда смотрю на людей, которые смотрят след, когда мы едем на технике, на работу, когда смотрю на детей, которые живут в разрушенных домах иногда, когда смотрю на те самые разрушенные дома, где этих детей уже нету, но они там были, я понимаю, что здесь мне пока что самое место. Если я могу сделать что-то, чтобы это все закончилось, я это сделаю. Если для этого понадобится совершать грехи, то, например, убийство человека или участие в убийстве человека, значит, пусть будет так. Это нужно закончить и по-другому просто этого не сделать. Я думаю, ты согласишься со мной, да, что на злую силу надо отвечать доброй, благородной, но силой. То есть, мне кажется, соблюдая законы, обычаи войны, соблюдая воинскую этику, мы имеем право уничтожать врага и препятствовать еще большему распространению зла. Я считаю, что по-настоящему сильным может быть только тот, кто несет в себе добродетели, кто несет в себе благородство, кто прислушивается к своей совести. Это не значит, что эти люди не совершают грехов или не принимают трудных решений. Это означает, что когда они становятся перед этим выбором, они делают его, исходя из своих высоких моральных убеждений. И это то, что отличает их от тех, кто пришел сюда, чтобы разорять, убивать, забирать чужое. Может быть, я ошибаюсь, может быть, среди них даже есть те, кто искренне во что-то верил, когда шел сюда, хотел, возможно, кого-то спасти. Но, как вы правильно заметили, мы увидели то, что они сделали и к чему привели их благие намерения. Так что у нас не остается другого выбора, кроме как показать, что такое истинная сила и на самом деле как нужно эту силу применять. Что ты думаешь вообще по поводу московской патриархии, ее роли в этом конфликте и о том, почему московская патриархия так опасна в Украине? Больше всего в РПЦ мне нравится, что человеку не нужно учить теологию, чтобы понимать, насколько это прогнившая система. Это настолько очевидно, это настолько мерзко, что любой здравомыслящий человек будет понимать, что ценности, которые исповедуются или хотя бы декларируются в этой церкви, они не имеют ничего общего с христианскими. Они, даже если и пытаются быть похожими на христианскими, поступки, которые в этой церкви совершаются, все равно говорят об обратном. Церковь это спорная тема, безусловно, о ней можно говорить очень долго, но самое лучшее, что есть в РПЦ, это то, что это не церковь, поэтому о ней, можно сказать, максимально просто. Если бы ее не было, многие бы в России были намного здоровее и намного счастливее, потому что красть, потому что забирать фактически в рабство, потому что оправдывать преступления, потому что просто порочить христианство и все то светлое, что пытаются люди донести через религию, через традиции, все это говорит нам о том, что одними из первых, с кем нужно будет покончить, это приспешники режима прясок. Большего они не достойны, если они хотя бы кроху понимания, если они хотя бы крохи совести в себе с чем сохранили, они должны понимать, что это не то, к чему стоит стремиться, это не то, что заповедает им их же учение, и они должны понимать, что рано или поздно им придется сделать выбор, им придется либо с этой системой распрощаться, либо с ней же и прекратить свое существование, потому что не может быть хорошего плода на худом дереве. Другого про эту организацию сказать и трудно. Кроме того, что РПЦ разрушают Россию, как и любая другая болезнь, нечий зараза, она пытается разрушить все, с чем соприкасается, в том числе и Украину. Я учился вдалеке от традиций московского патриархата, и мне очень повезло с этим, потому что я смог в конечном итоге сравнить, чем же отличаются разные ветви, разные трактовки христианства, и это позволило мне прийти к простой мысли, что РПЦ в принципе сложно уже их назвать христианством, потому что когда в последний раз на территории Украины, про Россию вообще без комментариев, но хотя бы на территории Украины, когда в последний раз РПЦ сделала здесь что-то хорошее, проповедовала Евангелие, реставрировала что-то, а не занималась агентурной, террористической, пособнической деятельностью по отношению к российской власти, захватчикам, которые пришли к нам из России, когда в последний раз РПЦ делала что-то хорошее или что-то, что она декларировала как хорошее для Украины. Этих вещей просто нет. Опять же, если есть отдельные люди, которые верят, которые пытаются сохранить какой-то дух христианский в себе, и даже если я мог бы их назвать хорошими людьми, они могут быть, я не знаю их лично, но уверен, что кто-нибудь точно найдет. К сожалению, отдельные высокоморальные личности не могут служить оправданием для абсолютно гнилой и деструктивной системы, которая для украинской государственности и украинской нации ничего хорошего не несет. Поэтому нет ничего удивительного или непредсказуемого в том, что Украина хочет от этого избавиться. Я полностью разделяю это мнение. Я хочу в качестве итога сказать, что над этим вопросом я как христианин очень много размышляю, и я знаю, что в будущем, когда мы будем строить новую свободную Россию, церковь, как один из важнейших институтов государства, подвергнется очень глубокому реформированию. Что все людоеды в рясах, которые призывали к человекоубийству, все, кто пытались отмывать грехи Путина и его окружению, все понесут заслуженную наказание. Аминь. Аминь. Скажи аминь. Чайка. Я как человек уже, скажем так, в годах что-то уже видел, оставил какой-то след на земле. Мне, наверное, проще свыкнуться с мыслями о смерти, которые неизбежно должны, я считаю, возникать у каждого, кто идет на войну. Расскажи, как ты себе ответила на этот вопрос, что ты думала, что привело тебя в Легион. Насчет смерти, конечно, я думаю, что я понимаю. Не знаю, так ли это, но думаю, что понимаю. По крайней мере, если я погибну, то я сдохну не в Канаве. Это здорово, потому что зачастую россиян ждет именно такая смерть в нашей настоящей России. Я хотела бы для себя другую смерть. В настоящем нашем мире умереть здесь лучше, чем умереть там. Я не думаю, что я испугаюсь, если вдруг смерть будет близко, хотя, опять же, откуда мне знать? Я никогда не была близко к смерти, ничего не могу здесь предположить. Так вышло, что многие из тех, кого я знаю, кто хотел бы здесь быть или хотел бы быть в аналогичном подразделении или просто хочет свободу России достичь каким-либо путем, здесь они находиться не могут по самым разным причинам. Не все могут встать, приехать в другую страну и пойти воевать. Мне повезло, я могу. Поэтому я здесь. Все очень просто. Капеллан, скажи, брат, ты как для себя сформулировал и ответил на эти вопросы? Просто не думал об этом, когда шел сюда. Я думал о том, что я могу сделать и что я должен сделать. Да, конечно, существует определенный риск погибнуть на войне, но я стараюсь думать не о том, что будет, если я умру, хотя, конечно, мне хотелось бы, чтобы было что-то после смерти, и очень хочется в это верить, во что я, собственно, верю. Однако, привело меня сюда понимание того, что нельзя просто сидеть, ждать и думать, что все закончится быстро, пройдет мимо меня. Моя совесть просто не позволила мне сидеть, сложа руки и ждать, что кто-то все это решит за меня и что оно меня не коснется. Я не смог смотреть на то, как людей, с которыми я учился, с которыми я дружил, которых я люблю или любил, которые просто были рядом со мной. Я не смог смотреть и ничего не сделать. Когда увидел их страдания, когда увидел страх, когда увидел, на что способен человек, насколько опасный может быть человек, я понял, что я был к этому абсолютно не готов, и я понял, что я не могу, не умею защищать то, что мне дорого, так как этого требует нынешние обстоятельства. Возможностей легально делать правильные вещи для людей в нашем положении не так уж и много. Но Легион позволил мне реализовать свои благие, можно даже сказать, благородные намерения, хотя об этом уже будут судить другие люди, которые будут уже смотреть на нас со стороны. Однако я верю, что это правильно, что это то, что стоит делать каждому человеку в нашем положении, с нашим паспортом, сказать будет, наверное, слишком просто, с нашим нервоззрением. Если тебя что-то не устраивает, иди и делай то, что считаешь правильным. А если не делаешь, не говори, что тебя что-то не устраивает. Вот поэтому я и здесь. Меня не устраивает, и я привожу те усилия, которые нужны для того, чтобы это просто закончилось и никогда больше не повторялось. Если с моим поколением оно и случилось, если таким, как я, как Чайка, это приходится увидеть, пойти через это, пускай мы лучше будем последними, кому придется через это все пойти. Чайка. Ты коренная москвичка. Родилась, выросла в Москве. Я думаю, что любишь Москву. Да. У тебя, естественно, я думаю, большое количество сверстников, друзей, знакомых. Я думаю, что ты знаешь хорошо, чем дышит молодежь Москвы. Вот скажи, как она воспринимает события последних полутора лет? Какие настроения? Какие мысли? Конечно, молодежи в Москве много. Москва вообще город большой, поэтому и взгляды там встречаются разные, но к моей большой радости, по крайней мере в моем окружении, но и, наверное, по большей части все-таки войны никто не хотел, мягко говоря, не хотел. Мы видели много мирного протеста в России, в Москве особенно. То есть, несмотря на то, что протесты, так, Москва и Россия вообще уже выдохлась от мирных протестов, они были небольшие в этот раз касательно событий именно войны в Украине, по сравнению, например, с заключением Навального в СИЗО и в дальнейшем в тюрьму, они действительно были невелики и казалось бы, значит, всем все равно, но, естественно, это не так работает. Дело было в том, что никто уже не верил в эффективность мирных протестов и шли туда скорее с мыслью, ну, кто-то же должен, ну, надо же все-таки что-то-то сделать. Прекрасно это понимаю, прекрасно понимаю, что не все были готовы именно выходить, кто-то был готов только там листовки вешать или даже просто ну, в общем, как-то высказывать свое недовольство, но не на улицах, не вслух, не уезжая в автозаке, потому что не понимали зачем. Ну, вот это наша выученная беспомощность российская, она, естественно, есть у моих сверстников и у меня, она тоже где-то до сих пор есть, просто я нашла из нее выход, мне повезло. Конечно, есть ребята, которые прячут свое, наверное, некоторое безразличие за этой выученной беспомощностью якобы. Те, которые говорят, ну, раз мы ничего не можем сделать, то давайте позаботимся о себе, о своей дальнейшей жизни, как мы дальше будем с этим всем справляться. Вот наша проблема, это наша проблема тут в Москве, вот, будет дорожать кофе, кофексе, это будет не очень приятно, вот, надо что-то с этим делать, наверное, будет тяжело за границу ездить. Вот такие ребята тоже есть. особо отбитые, естественно, тоже встречаются, кто искренне, по-моему, ненавидит Украину, кто, видимо, смотрел Соловьевым целыми днями после универа, я не знаю, как это у них работает в голове, я с такими не общалась лично, но определенно такие ребята есть все-таки. Ребята моего возраста и на фронте тоже встречаются как-то так настроения в Москве сейчас, то есть прошло полтора года, я просто смотрю на ребят, что они пишут, что они говорят, те, с которыми я знакома, те, с которыми не очень знакомы, но знаю там что-то об их жизни, они скорее вернулись к нормальному существованию, это не то, чтобы правильный поступок с их стороны, это единственный возможный для них поступок, потому что продолжают и в Москве, и в других городах России появляться листовки, граффити, мемориалы, если какая-то крупная трагедия из России пришла в Украину, продолжают нести цветы к памятнику, лесе украинке, москвичи и москвичке, продолжают там натыкаться на ментов, мусоров и уезжать оттуда в отделение полиции. Как еще выглядит московская молодежь? Московская молодежь это, например, Артем Камардин. Ты слышал про него когда-нибудь? Нет. Артем Камардин и его товарищи это поэты уличные московские. Впервые я увидела его издалека, когда пришла на хорошую московскую традицию маяковские чтения. Я сама не поднимала в них участия. маяковские чтения вообще появились еще при Советском Союзе. Где-то там в советское время начали уличные поэты точно такие же московские приходить к памятнику Маяковского на Маяковской площади и читать свои стихи. Естественно поэты уличные ребята с характером, с головой и власть свою они не любили. Прямо как в России первеняли эту традицию не любить свою власть на маяковских чтениях. Хотя туда приходят на самом деле читать абсолютно любые стихи. Вот просто приходишь и читаешь что хочешь. То есть не надо быть сверхбольшим революционером там никто не заставляет просто приходишь хочешь почитать читаешь хочешь чужие стихи прочитать тоже читаешь. Замечательная на самом деле вещь. Вот и это естественно такая анархическая горизонтальная тусовка нет там никаких лидеров которые вот ты сейчас читаешь стих следующий ты в очереди такого нету. Но есть Артем Комардин. Артем принимал участие в маяковских чтениях не один месяц. Они проводились каждый месяц и постоянно на них появлялся. Это просто был чувак который получается вот эту всю разношностную компанию незнакомых людей объединял он да так склеивал получается все это вместе поддерживал тех кто выходит читать эти стихи вот и естественно когда в сентябре началась мобилизация прошли маяковские чтения что читал Артем не то что нравится нашей власти что он там говорил слава Киевской Руси Новороссия Соси и через несколько дней после того как маяковские чтения вновь прошли они навсегда прекратили не навсегда а до падения режима прекратили свое существование Артема и его товарищей задержали их пытали в отделении полиции сейчас они в СИЗО недавно исполнился год как они в СИЗО вот такую я вижу сейчас Россию и ее молодежь вот они ее символ наверное для меня сейчас маяки это мы да какие дела а ты веришь в то что если общество показать пример достойного сопротивления власти оно на этот пример на этот призыв подзоется я вижу что происходило в первые дни войны полномасштабной войны ребята опять же безо всякой надежды без какого-либо плана без поддержки мирной оппозиции с большой аудиторией что-то там подростки в телеграме создавали чаты выходили на улицы и пытались что-то делать вот в такой абсолютно безнадежной ситуации в которой они знали что ни к чему не приведет они пытались что-то делать если им сказать вон смотрите ребята идут и они собираются освобождать Россию и у них есть на это все шансы присоединитесь конечно они скажут да естественно хорошо представь что завтра где-то над Москвой развился наш прекрасный бело-синий-белый пахт сколько москвичей готовы будут взяться за оружие и побороться за свою свободу десятки сотни тысячи десятки тысяч я думаю несколько тысяч человек мы увидим из этих миллионов проживающих в Москве но это не значит что это будут несколько тысяч против оставшихся несколько миллионов потому что среди этих миллионов есть в конце концов дети и старики есть те кто просто ну вот обыватели которые ну сегодня одна власть завтра другая ну и ладно такие безусловно среди россиян есть потому что они к смене власти очень привыкли там что-то происходит нам бы тут спичек есть чтобы были сахар так-то так я хочу подчеркнуть что мы выходим не против москвичей и не против россиян мы выходим за них побороться за их свободу я знаю что процент людей которые будут менять нашу родину он на самом деле очень гражданскую войну которая полыхала сто лет назад участвовал буквально один-два процента населения другие смотрели в окно как белый сменяет красный красный сменяет белый вот сейчас я думаю что 99 процентов населения они тоже будут либо наблюдать лебединое озеро по телевизору либо в окошко с любопытством смотреть какие флаги на технике которая зашла в город вот но все же я думаю что будут люди которые готовы присоединиться к нашей борьбе которые пока не видят пути реализации но потом увидят тех к кому можно будет присоединиться как ты думаешь сколько москвичей будет готово встать под наши знамена если в Москве начнутся какие-нибудь очень интересные события несколько тысяч человек мы ожидать точно можем по крайней мере мы будем заходить в Москву под белосиним белым флагом и москвичи его хорошо знают конечно его не видно в Москве по понятным причинам но москвичи его знают москвичи сейчас давят в себе вот это вот пытаются забыть или пытаются отвлечься но понятно что отвлечься и забыть когда постоянно тебя окружает авторитарная система когда в метро тебя вечно ждет система распознавания лиц по которой ну если очень захочется если вдруг надо тебя обязательно возьмут для объяснений в отделение а может не для объяснений а может и не в отделение невозможно на самом деле расслабиться и продолжать хорошо жить если у москвичей именно москвичей пока что мы о них говорим появится шанс встать на сторону добра в своей стране где его выгнали и заставили куда-то исчезнуть раствориться они это обязательно сделают москвичи не ждите а готовьтесь капеллан расскажи пожалуйста о своей должности о том чем ты сейчас занимаешься за исключением нескольких частных выездов непосредственно на фронт для проведения инженерных работ или для других работ прямо сейчас в наши задачи как оперативных дежурных входит анализ поступающей информации наш круг обязанностей включает в себя также учет учет вооружения подразделений техники личного состава материально-технического обеспечения обеспечения работы и надлежащего функционирования нашего пункта управления в общем и целом эта работа требует от нас концентрации внимательности и усидчивости если можно так сказать потому что нужно очень тонко фильтровать то что поступает чтобы из всей гущей информации которую мы имеем максимально выдавить полезную информацию которая поможет нашим подразделениям эффективнее выполнять их работу оставаться в безопасности и просто ощущать нашу поддержку Чайка я знаю что помимо выполнения функции оперативного дежурного тебя очень интересует работа оператора ВПЛА и насколько я знаю ты в ближайшее время будешь проходить подготовку как оператор ВПЛА расскажи почему это тебе интересно почему это актуально анализ и сбор тактической информации это занятие нужное занятие интересное но конечно на поле боя мне тоже хочется если уж так откровенно говорить почему оператор ВПЛА потому что за ВПЛА безусловно будущее это войну наверное во многом определит использование дронов и в современной войне дроны это нечто новое то есть и в аэрразведке и в непосредственном уничтожении противника и его технике они принимают участие это новое направление перспективное полезное конечно мне было бы интересно поучаствовать в сражении как оператор ВПЛА ребята что бы вы сказали тем молодым россиянам или людям более старшего поколения которые пока еще сомневаются стоит ли присоединиться к легиону в его праведной борьбе если есть люди которые готовы нас услышать то они не будут нас слушать из-за нашей идеологии из-за нашего флага из-за нашего мировозрения они будут нас слушать исходя из того что мы из себя представляем исходя из того чего мы хотим добиться нашими действиями в нашем подразделении служат абсолютно разные люди тут есть молодые тут есть старые тут есть наивные тут есть прожженные жизнью люди которые убивали много и есть которые не убивали вообще но нас всех таких разных объединяет то что когда мы смотрим на врага нет давай снова я просто еще не могу отойти я бы хотел сказать что если вы нас слышите и слушаете это значит что вы разделяете наши убеждения которые вкратце можно свести к тому что когда мы сталкиваемся с врагом мы не смотрим вперед с ненавистью мы смотрим себе за спину с любовью на тех ради кого мы все здесь если вы любите я думаю у нас вам самое место ребята у нас с вами на самом деле не очень много есть у нас нету того что есть у многих молодых людей по миру нам некуда оглянуться нам не на что оглянуться за нашими спинами нет героев нет того на кого мы могли бы равняться пока что вот для современной России в контексте современной России нам не на что посмотреть мы должны строить все заново однако мы с вами есть друг у друга я о вас постоянно думаю о всех россиянок я постоянно думаю я есть у своих друзей у меня есть мои друзья я даже наверное вас люблю и вот благодаря этой любви я исправляюсь со всеми трудностями которые мне здесь встречаются если вы это вообще смотрите то вы тоже любите Россию я это знаю по-своему в России много что можно любить за прошлое ее за настоящее ее можно любить за многое за разное чтобы вы не видели в России хорошего если мы сейчас не возьмем себе все это хорошее пока Путин себе окончательно это все не присвоил мы потеряем нашу Россию опять же какую бы часть вы не любили мы ее потеряем у нас было еще кое-что хорошее у нас было детство в детстве мы не боялись да было это не было идеальное государство это было лучше чем сейчас нам не было страшно и мы выросли такими что нам противна война с Украиной посмотрите на детей которые растут сейчас куда они ходят в школе на разговоры о важном ваши младшие сестры может у кого-то уже у вас есть дети чему вы хотите чтобы Россия научила их тому что вы в ней любите или тому что Путин в ней любит этого всего не будет если мы сейчас не отнимем у Путина нашу Россию сделать это можно одним путем вооруженным нам очень повезло Легион Свободы России существует для меня огромная честь находиться здесь быть его частью за то что Украина дала нам такую возможность существовать это невероятно такой шанс выпускать нельзя приходите сюда любить Россию дорогие мои спасибо вам за этот разговор я рад что меня такие пообратили я знаю что мы наше дело сделаем я знаю что мы покончим с тираней и освободим нашу Родину и все у нас получится это только вопрос времени и соединяйтесь к нам в нашей борьбе за свободу в нашей борьбе и все у нас получится это и все у нас получится Продолжение следует...